Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю с вами побеседовать на тему лактобактерий. Что мы обычно знаем на эту тему? Ну что там, что-то повышает иммунитет, да? Что их назначает с антибиотиками, это там хорошо влияет на наш кишечник. Ну, в принципе, и все. Обычно это вся информация, которую мы владеем. Но я хочу в этом видео коротком рассказать гораздо более обширную информацию. Просто после этого видео вы будете, скорее всего, знать о лактобактериях больше, чем кто-либо из вашего окружения. Будьте понимать, как действует он на весь организм. Сколько действительно путей, которые влияют, если вы принимаете лактобактерии, как это влияет на весь организм. Это действительно очень интересная тема, очень полезная. Вы поймете, как это работает по-настоящему с иммунитетом. Что это может вам дать, как правильно принимать лактобактерии. И начнете разбираться в их определенных видах, в определенных типах. Теперь еще, друзья, это видео я рекомендую вам очень сильно досмотреть до конца, потому что, возможно, концовка вас немножко шокирует, но вы обязаны это знать. И смотрите до конца. Друзья, убедитесь, что вы подписаны на канал, что вы поставили лайк или дизлайк этому видео, чтобы отметить и понимать, что вы уже посмотрели. И не посмотрите случайно два раза. А вдруг такое будет, да? И поехали дальше. Лактобацилус ацидофилус. Это не какое-то заклинание Гарри Поттера. Это тот препарат, который я сейчас принимаю. Тот тип бактерий, тот тип лактобактерий, который я сейчас принимаю. Они еще в комплексе с бифидобактериями. Отсюда вы уже можете сделать вывод, что бывает лактобактерия, бывает бифидобактерия. В этом видео мы будем разговаривать о лактобактерии. Чтобы вам дать цельную информацию, чтобы вы могли реально ориентироваться в этом, я предлагаю построить беседу следующим образом. Я вам расскажу, в каких сферах действуют лактобактерии, в каких областях вы можете оздоровиться. Но мы не будем слишком подробно на всем останавливаться, потому что эта лекция будет на несколько часов. Лактобактерии – это самый большой род группы молочной кислой бактерии. В общей сложности насчитывают около 50 видов. Я вам назвал ацидофилус, да? Лактобацилус ацидофилус. Это те, что я принимаю. И у этих бактерий есть определенный тип воздействия на организм. Ну, например, они принимаются во время еды. Они помогают организму усваивать нутриенты с пищей. И организм лучше расщепляет это все. Не только ферменты участвуют в пищеварении. Бактерии участвуют и очень-очень сильно. Даже если вы, допустим, у вас есть какие-то проблемы с набором веса, допустим, да? Это может вообще решить этот вопрос, возможно, даже с помощью бактерий, а не с помощью, не знаю, какого-то огромного питания. Для начала нужно просто наладить ваш кишечник. Возможно, вы даже набрать вес из-за этого не можете, потому что у вас проблемы с кишечником. Это одна из возможных причин, почему вы не можете набрать вес. Или наоборот, вы не можете похудеть. Это работает в обе стороны. Потому что лактобацилы, лактобацилы, они влияют и на похудение, и на набор веса. Это все очень важно. Теперь смотрите, друзья. Лактобактерии, каждый из типов лактобактерий, которые существуют, да, из этих 50 видов, они влияют очень довольно узко на какую-то одну специфику, на какое-то воздействие на организм имеют. То есть, например, некоторые лактобактерии делают, улучшают работу печени, другие участвуют в работе, улучшают работу почек, другие улучшают состояние организма, крови, например, то есть, или, например, ваших суставов. Вы должны понимать, что лактобактерий очень много, и я не смогу рассказать и даже назвать их в этом видео, озвучить их название. Но под этим видео я вам оставлю короткую такую выжимку, конкретно с названиями лактобацил, которые вы можете просто искать в магазине, покупать. Если вы узнаете, ну, вы услышите, допустим, у вас есть какие-то проблемы с тем или иным органом, вы просто ищите потом любой фирмы, лактобацилы, те, которые вам именно нужны в вашей ситуации, покупаете их, допустим, и сидите на этом курсе лактобактерий. Таким образом вы будете понимать, как вообще действовать. Поэтому воспринимайте информацию просто целиком, а потом точечно под себя уже подстраивайте. Я дам просто общую вам информацию. Друзья, более 100 триллионов клеток, организмов точнее, находятся в вашем организме, в вашем кишечнике. Это может занимать примерно 1-3% вашей общей массы тела. То есть, примерно, если вы весите где-то около 90 килограмм, это может быть до 3 килограмм вашего веса, это весят вот эти организмы, которые к вам, в принципе, отношения никакого не имеют. Они самостоятельные организмы, которые живут у вас в кишечнике. И это огромная, колоссальная цифра. Это в 10 раз больше, чем у вас вообще в теле клеток находится. Теперь смотрите. Очень многие врачи, да, проблема современной медицины вообще, что они рассматривают ваш организм как не как целостную систему. А каждый врач смотрит какую-то свою узкую специализацию. И это большая беда. Я надеюсь, что в будущем все это поменяется. Организм нужно изучать полностью. После этого видео, просто одного видео, вы поймете, насколько сильно все влияет в организме друг на друга. Насколько от одного зависит совершенно неожиданные порой, да, какие-то части тела. Вот, например, из-за кишечника, который мы сейчас рассмотрим, из-за лактобактерий, насколько сфер в организме это влияет. Организм – это целостная система. И она очень сложна. Я там в одной из книг я прочитал про кишечник, что ученые рассматривают кишечник настолько автономным, что считается даже, что у кишечника есть мозги. То есть в кишечнике настолько много нервных окончаний, что это практически как в мозгу, понимаете. И кишечник способен жить автономно. Он иногда даже не зависит вообще от головы никак. То есть настолько там все продумано, настолько это слаженная система. Это просто, это ваш микробиом, так и называется. Микробиом – это вот это количество организмов, которые у вас внутри живут. И они влияют на вас колоссальным образом. Они влияют на всю, на весь организм. Они влияют даже на вашу психику. Но вы не совсем понимаете, допустим, как это работает. И механизмы реально сложны. Чтобы вы понимали, вообще лактобактерии, этот мир, более 100 триллионов клеток, организмов. Это очень много. И это создает определенные сложности в изучении вообще этого. Ученых реально есть большие проблемы, как это все изучить. Как понять, что какая-то конкретная, допустим, бацилла может повлиять на какую-то другую систему в вашем организме. Такие исследования проводить очень сложно. Поэтому они медленно происходят. Эта наука довольно вообще молодая. Очень мало знают на эту тему. Даже, я скажу так, понимают, что оно улучшает конкретно, потому что исследования показывают, доказывают даже, что есть конкретные улучшения в какой-то из сфер, например, в теле. Но они даже, ученые, не могут понять, как это работает. То есть это настолько неизученная тема. Поэтому вы должны понимать, что лактобактерии, применение бактерий в любом случае это ваше решение. Потому что до конца эта тема не изучена, и она изучается. Еще очень много предстоит открыть в этой теме. Но вы должны разбираться в этом очень хорошо, потому что это очень важно. Давайте пробежимся, начиная с рта, и будем опускаться вниз по пищеводу. Я расскажу, что и как, где работают лактобактерии, как это может влиять на ваше здоровье. Вы должны понимать, да, что лактобактерии вообще, они используются в производстве, например, сыров, йогуртов, кефиров, да. То есть это в производстве очень часто используемая бацилла, которая реально хорошо работает, и которую вы обязательно должны применять в своем оздоровлении. Смотрите, когда вы пьете, например, кефирчики, напьете йогурты, лактобациллы, которые находятся в этом йогурте, они уже начинают работать в вашей ротовой полости. Посмотрите мое видео про иммунитет, я там рассказывал, как работают лактобациллы на иммунитет, и как это способствует. Потому что здесь я об этом сейчас рассказывать не буду так подробно, но расскажу, задену эту тему, но не так сильно, допустим, как в том видео я рассказал об этом. Посмотрите, я оставлю под этим, под видео ссылочку, и в конце там будет еще заставочка. Когда бациллы попадают в ротовую полость, они уже участвуют, и вытесняя те бактерии, которые находятся у вас плохие во рту. Так вообще работают лактобациллы. То есть есть у вас плохие бактерии, которые находятся в вашем кишечнике, во рту, и эти лактобактерии хорошие, которые вы заселяете, они вытесняют те плохие бактерии, потому что они тоже начинают конкурировать за внутреннюю среду. Они начинают потреблять определенные вещества, то есть они тоже используют, им нужно чем-то питаться. И это все работает в процессе пищеварения, это нормально. Они вам помогают переваривать пищу, и в то же время они сами, конечно же, питаются. И вытесняют плохие бактерии. Так же само, если у вас есть, допустим, кариозные зубы, если у вас есть парадонтит, парадонтоз, да, то бактерии, которые вызывают парадонтит, которые вызывают кариес, они притухают, потому что лактобактерии начинают их вытеснять. Другими словами, это способствует оздоровлению вашей ротовой полости. Лактобактерии живут в ротовой полости, в кишечнике и во влагалище многих животных, людей, конечно, в том числе. Это означает, что если вы пьете кефирчик или йогурт, то вы должны выпить этот йогурт и не бежать сразу же чистить зубы, там, полоскать какими-то антисептиками. Про антисептики я вам хочу сказать, вообще забудьте. Их у вас не должно быть вообще в доме. Вы должны только использовать антисептики, если он назначил их врач, если вы реально пытаетесь убить какую-то бактерию или лечите парадонтоз. Просто так антисептикам пользоваться не нужно. Я не расскажу подробно в этом видео, почему, но 100% этого делать не нужно. Не убивайте там бактерии во рту, пожалуйста, потому что это вызовет проблемы в вашей ротовой полости. Если вы выпили йогурт или кефирчик, какое-то время походите с этим после этого. Допустим, там, не знаю, часик, походите. Можете чуть-чуть там прополоскать воду, можете даже не полоскать водой после этого всего. Пусть эти бактерии поработают у вас в ротовой полости. Дальше этот кефирчик и йогурт будет проникать по вашему пищеводу через желудок в кишечник. Конечно же, йогурт и кефир не смогут преодолеть эту кислотную среду, которая у вас в желудке. Там соляная кислота, там смесь кислот такая ядреная. Ребята, ну там металлы разъедает. А каких бактериях? Бактерии не могут выжить в такой среде. Бактерии, которые попадают с помощью йогурта, кефира, в ваш кишечник, они туда хотят попасть. Они именно там начинают работать, не в желудке. В желудке это не то. Они должны попасть в кишечник. В кишечник через желудок пропасть сложно. Поэтому я рекомендую настоятельно вам использовать лактобактерии, вообще пробиотики использовать, бифидобактерии, лактобактерии. Потому что капсула, в которой находятся бактерии, во-первых, она должна быть в сухом виде. Не покупайте в жидком виде никогда, покупайте в сухом виде. Она там очень жизнеспособная, она долго хранится, и с ней все хорошо. Поверьте, это работает. Даже детей в роддомах, например, которые рано родились, их укрепляет их здоровье с помощью вот этих бактерий. Детям, которых, например, 5 месяцев, которые родились на пятом месяце. То есть это не самые крепкие люди, да, не самые крепкие организмы. И их откармливают, скажем так, укрепляют их здоровье с помощью бактерий, ребята. Это безопасно, если правильно использовать, безопасный способ вас оздоровить. Поэтому, когда вот эта капсула попадает, она сможет проникнуть через желудок и попасть в ваш кишечник. Но давайте остановимся на желудке. В желудке, если вы не знаете, есть такая бактерия хеликобактер. Есть специальный тест, который вы можете пойти сдать. Там вы пьете кислоту, и вы после этого, мочевина, по-моему, она называется, вы выпиваете эту жидкость, в общем, и после того вы делаете дыхательный тест. И в этом дыхательном тесте у вас определяет, есть ли у вас хеликобактер пилори в организме. Это бактерия, которая живет на вашем желудке, она живет прямо на стенке желудка. Вот в этой кислой среде она способна выжить. Она там своими усиками объедается, и эта бактерия там реально живет годами. Она может, скорее всего, если она у вас есть, вы ее подцепили еще где-то в глубоком детстве. Но из-за этого могут быть проблемы с кожей, прыщи, из-за этого могут быть и гастрит, и жоги какие-то, и перспективы может вызвать все это язвы желудка. Это обычная бактерия, которая живет в вашем желудке. Ее нужно лечить антибиотиками. Народными средствами можно пользоваться, но все-таки придется сложнейший курс антибиотиков проходить, если у вас она вдруг есть. Почитайте больше про эту тему, пока я видео на эту тему не планирую. Так вот, лактобактерии, они способны воздействовать на эту хеликобактер пилори. Но, как и во всех случаях, которые я буду рассказывать в этом видео, лактобактерия рекомендуется как сопутствующая терапией. То есть, у вас терапия, например, вы воздействуете на хеликобактер пилори, то лактобактерии, они сопутствуют, они помогают вылечению, они помогают издравлению. И так везде. Самостоятельно лактобактерии не способны что-то конкретно вылечить. Они просто улучшают выздравление. Они реально помогают выздороветь. Но ведутся исследования, и есть предположение, что они способны даже конкретно лечить только одни бактерии. Но это еще слабо изучено. Чем еще эта лактобактерия может быть интересна в вашем желудке? Если у вас бывает диарея, допустим, часто, или у вас случилась диарея, то вам рекомендовано использовать лактобактерии, потому что они, во-первых, способны снижать всевозможные диареи и улучшают состояние, если у вас диарея уже случилась. Теперь спускаемся ниже, по кишечнику. В кишечник попадают эти лактобактерии, и они там начинают размножаться, они там начинают укреплять ваш организм, и они начинают заселять кишечник. И это очень хорошо, потому что вытесняется плохая флора из вашего кишечника. Лактобактерии способны оздоравливать полностью эпители вашего кишечника, вашего желудка тоже. То есть клетки, которые, вот стенки желудка, стенки кишечника, они оздоравливаются, если на них есть лактобактерии, если есть хорошие бактерии. Вы становитесь более здоровыми изнутри. И это помогает вообще просто лучше усваивать вещества полезные из пищи. Это означает, что вы получаете больше витаминов. Бактерии способны участвовать в расщеплении витаминов. Многие витамины расщепляются только с помощью бактерий. Если у вас там, допустим, после антибиотика вы убили там свой микробиом, то еще там есть такое состояние, как дисбактериоз называется. В Америке не существует такого диагноза, его просто нет. Это придумали врачи. Дисбактериоз не нужно никак лечить. Все, что вы должны сделать, это попить просто бактерии, а иногда даже этого не нужно делать. Бактерии сами восстановятся потом со временем, но это займет дольше времени. Они и сами восстановятся. Вы получаете с пищей тоже определенное количество бактерий, когда вы просто едите какую-то пищу. Но это длительный процесс. Поэтому, чтобы просто ускорить, нужно использовать лактобактерии. Конечно, после курса антибиотиков, когда вы пропили антибиотики, лучше пить параллельно с курсом, пить лактобактерии, и еще после курса антибиотиков, и еще использовать лактобактерии, чтобы они компенсировали и заселили по новой ваш кишечник. Если вы этого не сделаете, если вы не заселите лактобактериями кишечник после курса антибиотиков, то не факт, что вообще у вас начнут первыми появляться хорошие бактерии. Возможно, сначала как раз-таки будет развиваться плохая микрофлора. Особенно, если у вас еще подавлен, случился иммунитет, подавление иммунитета, обычно, когда антибиотики используют уже что-то с иммунитетом, не в порядке, то бактерии плохие, могут взять верх над хорошими. Зачем вам это нужно? Поэтому курс антибиотиков всегда должен быть с хорошими бактериями. Лучше брать комплексы лактобактерий и бифидобактерий, заселять свой кишечник во время курса и после курса. Можете пропить, например, покупаете обычно по 100 штук, допустим, баночки. Вот просто пропейте эту баночку и этого достаточно будет. Я в конце еще расскажу, как лучше это делать. Теперь спускаемся дальше. С кишечником более-менее, да, я думаю, понятно. То есть это влияет на ваш иммунитет конкретно. Иммунитет с помощью, местный иммунитет особенно усиливается, потому что бактерии хорошие, начинают там работать, помогают пищеварению, и это все поднимает ваш иммунитет. Ваш иммунитет тренируется на этих бактериях внутри. Он учится работать, как правильно работать вообще. Ему нужны эти бактерии для работы. Но у нас дальше еще есть почки и печень. Доказано, что лактобактерии способны влиять на проблемы с почками. Например, на камни в почках, на почечную недостаточность. Если есть эти состояния, то изучить эту тему лучше. Есть определенный тип именно бактерий, лактобактерий, которые способны улучшать состояние ваших почек. Так же самое это способно влиять на вашу печень. Так же само улучшается работа печени. Друзья, теперь давайте переместимся с кишечника на другие части нашего тела. Есть исследования и убедительные, которые показали, что некоторые типы лактобактерий способны снижать, реально очень ощутимо снижать количество плохого холестерина в вашей крови. И это невероятно круто. То есть, ваша кровь реально улучшается после того, как вы принимаете лактобактерии. Если с возрастом в крови накапливается больше возрастные изменения крови, кровь не становится лучше с возрастом. В крови есть свободно триглицериды. Триглицериды – это наши жиры в организме распадаются до триглицеридов. И это означает, что в крови циркулируют жировые остатки. То, что если вы смотрите внимательно мои видео, я вам говорил, никогда не худейте быстро. Потому что это все портит вашу кровь. В ней реально больше вот этих триглицеридов начинает циркулировать. Это все нехорошо для вашего сердца. Не спешите никогда худеть. Худейте медленно. Набирайте вес тоже медленно. И бактерии вам в этом могут помочь. И худеть, и набирать. Они снижают количество жира в крови. Это означает, что улучшается и работа сердечно-сосудистой системы. Также ученые смогли проследить связь. Конкретно на экспериментах было показано, что у людей, у которых есть проблемы с суставами, ревматический артрит, то это есть определенные боли, которые могут быть с этим состоянием. И улучшение и боли уменьшения, и просто общее уменьшение воспаления в организме помогает снизить вот эти неприятные последствия ревматоидного артрита. Это очень неприятная штука. В двух словах, если у вас есть эта проблема, в двух словах, то вам очень поможет моржевание. Потому что моржевание реально помогает. Налаживает вот эту систему. Она уменьшает количество воспалений в вашем организме, потому что во время моржевания вырабатывается невероятное количество противовоспалительных гормонов, которые, это просто мощнейшее, это как стероиды вообще работают. Воспаление в организме снижается, соответственно, все эти моменты тоже уходят. Если есть проблемы с этим, поэтому не просто так старики занимаются моржеванием. Заметьте, там обычно старики. Вы знаете, да, я занимаюсь этим уже более пяти лет, и действительно, контингентом, в основном, это люди там за 50 лет. Но мы сейчас не о моржевании. Применение бактерий способно улучшить состояние при ремотоидном артрите. Теперь, мужики, давайте немножко отвлечемся на наших прекрасных дам, да, у них тоже бывают проблемы. И я уже сказал, что лактобактерии заселяют влагалище по женское здоровье, да, и там внутри у них, во влагалище, внутри в этой среде, там находятся лактобактерии. Они там должны находиться всегда в хорошем количестве. Если есть какие-то нарушения, вздвиги бактериальной флоры во влагалище у девушки, там у женщины, да, допустим, то есть большие риски подцепить, например, вирус папилломы человека, который может приводить даже к раку. Так же самое есть больше риски подцепить венерические заболевания, любые венерические заболевания, там ВИЧ, неважно, не имеет значения. И так же самое вирус герпеса. Еще неожиданный момент. Например, иногда у кормящих матерей, которые кормят детей грудью, у них развивается мастит. Мастит – это воспаление вот этой ткани в груди. И это нужно подниматься с температурой, довольно высокой, и вообще тоже довольно опасное состояние. Если не лечить мастит, это тоже может привести к раку. Лактобактерии доказали свою эффективность и в борьбе с маститом. В целом, хочу подытожить, лактобактерии способны влиять даже на показатели вашей крови, диабетические показатели. То есть, это улучшает восприятие инсулина, это улучшает, снижает риски возникновения диабета в организме, это снижает риски получить рак. Это доказано, что снижает риски заработать рак кишечника. Друзья, но не все так гладко, как я говорил, досмотрите это видео до конца, в использовании лактобактерий. Возможно, вы об этом не знали и будете шокированы. Но действительно, применяется сейчас очень широко в мире, клинически используется лактобактерия для лечения таких там патологических состояний, которые не лечатся вообще ничем. А с помощью лактобактерий получается сдвинуть хоть как-то состояние больных. Но все это широкое применение привело к тому, что действительно накопилась информация о побочных эффектах. Они все-таки существуют. И к этим неблагоприятным эффектам можно отнести сепсис, эндокардит и бактеремия. Или даже смерть. Это очень серьезные, конечно, побочные эффекты. И в основном это связано с тем, что бактерии, лактобактерии, которые принимаются, допустим, бесконтрольно, если вы принимаете их слишком много, если у вас есть повреждения кишечника, от которых вы, допустим, может быть, не знаете. Но обычно, когда есть повреждения кишечника серьезные, человек знает об этом. Потому что это выражается или в постоянных диареях, или какие-то серьезные проблемы с кишечником. Если у вас что-то такое было когда-либо с кишечником, или сейчас есть, то 100% консультация врача перед приемом лактобактерий. Потому что это препарат, который, в принципе, не нужно принимать бесконтрольно. Вы можете на свой страх и риск доиспользовать их, допустим, зная, посмотрев даже это видео, но если есть какие-то, если вы здоровы, если, допустим, есть какие-то проблемы со здоровьем с вашим кишечником, лучше консультируйтесь с врачом. Потому что есть такая вероятность, что эти бактерии, которые попадут в ваш организм, могут вызвать, во-первых, мутации, во-вторых, транслокацию. Что такое транслокация? Это когда бактерии проникают в другие части вашего тела. Собственно, там они и вызывают уже сепсис. Особенно, если прошла еще какая-то мутация. Это и приводит к таким проблемам. Конечно же, это единичный случай. Это очень маленький процент вообще вероятность возникновения таких побочных эффектов серьезных минимальная. Но я не могу вам о них не сказать. Вы должны просто понимать об этом. Я рекомендую, если вы после этого видео поймете все-таки, что плюсов невероятно огромное количество использования лактобактерий. Бациллы, хорошие бациллы вам нужны постоянно. Вы должны их использовать. Но, если, допустим, на упаковке написано принимать там по одной, по две штуки в день. Они по-разному. Некоторые по одной, некоторые по три принимаются в день. Так как написано на упаковке, вы должны принимать именно столько. Не экспериментируйте. Написано с едой, принимайте с едой. Написано натощак, принимайте натощак. Не нужно делать очень часто такие курсы. Например, если вы пропили такую баночку, сделайте потом месяц перерыва. Потом еще купите, допустим, еще пропейте. И если, например, это лето, если вы едите много овощей, много фруктов в вашей жизни, допустим, вообще, может, и не нужно делать в такое летнее время, когда много вы свежих едите, допустим, фруктов, потому что вы получаете достаточное количество бактерий. Если вы правильно моете овощи, посмотрите видео про иммунитет, поймете лучше об этом всем, то вы получаете эти бактерии. И тогда, скорее всего, не нужно дополнительно лактобактерии. То есть, все хорошо в меру, как всегда. Не нужно злоупотреблять этим, пожалуйста. Но все же, вы должны уже понять, что это очень полезно. Организм укрепляется с разных сторон. И вы можете воздействовать так, как захотите, именно так, как нужно именно вам. Друзья, рад, что вы досмотрели это видео до конца. Я желаю вам крепкого здоровья, берегите себя и увидимся в следующем видео.